Ну а если ты впервые на моём канале, не забудь подписаться. Приятного просмотра. А вот и моя маршрутка, подождите. Что ты стоишь? Давай заходи, не видишь у меня гонка с соседней маршруткой. Возьмите за проезд. Проходи, я сдачу передам. Я извиняюсь, а вы сейчас не выходите. Куда выходить? Я только зашёл. Ну так дайте пройти. Аккуратно, белые кроссовки. А не, это ещё не моя остановка. Господи, если ад существует, то он находится в общественном транспорте. Водитель я по-льготному. Ещё молодой рост играл. Что-то не так? А ты вот сюда посмотри. Интересно, куда старики могут ехать в такую рань? Как хорошо ехать в 5 утра в никуда. Фу, я сейчас сдохну от этой жары. Внучок, а закрой, пожалуйста, люк. Так дует. Ну, знаете, с меня достаточно. Водитель, остановите, пожалуйста, на остановке. Да, братанчик, так и было. Подожди, по-другой звонят. Не понял, ну я же просил, остановите на остановке. Ну так, а чё ты заранее не сказал? Я бы остановился. Отлично, проехал свою остановку. А сдача? Ну, рассказывайте, как ваши дела? Если б школа сгорела, было бы прекрасно, а так нормально. А у меня всё хорошо. Нравится в садике. Ага, нам воспитательница сегодня сиськи показала. Что сделала? Показала сисечки. Мама, а меня можно ещё сдать в детский сад? Так, а ну успокойся. Дорогой, а можешь объяснить, что это? Ну, сисечки такие мохнатые, на ёлках растут. Шишечки растут. Всё ясно, идём к логопеду. А я на всякий случай заскочу в детский сад. Открываем ротик, делаем вертолётик. Логопед сваста к себе. Девушка, ну шо там? Не шо, а что? Тяжёлый случай, сейчас будем выставлять ему буквы. Триста тридцать три! Спасибо вам, вы просто профессионал. Мда, с появлением Моргенштерна работа логопеда стала актуальной. Ой, господи, аж слух режет. Здорово, батёчек. Господи, сыночек, я не верю своим глазам. Неужели? Заметил. Такое невозможно не заметить. У тебя лордоз поясничного отдела, тебе осанку нужно исправлять. Шо ты мелешь, это походка чемпиона, вот же медаль висит. А, так это медаль, а я думаю, шо за пуговица на футболке? Сыночек, кому ты хвастаешься? Папа и спорт, две несовместимые вещи. Чего? Я хоть и алкаш, но спортивное прошлое имею. Глядя на твой пивной живот, по-моему, имели тебя. Ах, вот как! Так, считай. Девяносто восемь, девяносто девять! Красава! Теперь идём на турник, потом пресс, сто метров и десять километров на время. Дорогой, может хватит? У тебя же завтра с непривычки будет... Крепатура. Физкультура. Ну шо, сынок, выиграл бы батя твоей ссоривой с такой физухой. Соревнования по киберспорту были, там физуха не нужна. Братан, ты куда? Устал я грызть гранит науки, пора домой. Так у нас ещё физкультура. Ты шо на приколе? Какой дурак пойдёт на физкультуру, когда она последним уроком? Здрасте, а я сегодня в форме. Пенальти мне в девятку, неужели родители увидели моё замечание? Синяк на всю спину в виде баскетбольного мяча, такое сложно не заметить. Ну ты ж не захотел давать дневник, пришлось импровизировать. Итак, идём по списку, Таранькино, где форма? Я не могу заниматься у меня эти дни. Дневник на замечание. Зачем? Напишу родителям, чтоб к врачу тебя сводили. 20 дней месячных это не норма. А я забыла форму. Я тоже забыл. Ого, я выделился. Если на следующий урок такое повторится, я каждому выдам форму древнегреческих олимпийцев. Неужели доспехи? Листик клёна. И что хочешь им, то и прикрывай. Братан, а чё все в форме? Я забыл тебе сказать. Что? Сейчас узнаешь. Ну что, Гамнянский, прогулял прошлую физкультуру? Хоть бы это была шутка. Мамочка, ну пожалуйста. Я сказала нет. Ты только посмотри, какой миленький щеночек. Гав-гав. Можно он будет жить с нами? Не понял. Дорогой, вот будет у тебя своя квартира, заводи хоть котов, хоть собак, хоть бомжей, кого захочешь. Тем более у нас есть барсик. Всем спасибо, всем пока. Стоять, любитель лизать колокольчики. Да ну посмотри, они уже подружились, играются. Мяу. Можно? Категорически нет. Тогда я к папе пойду. А команды какие-то знают? Нужно проверить. Апорт. Не вопрос. Держи, старичок. Да ты шо? Холодненькая с магазина, оставляем. Ес. Порадовались и хватит, пришел хозяин собаки. Да ну блин. Жалко, мы б с ним точно подружились. Ну ничего, зато с нами наш любимый котик, да барсик? Да пошли вы, иуды. Оригинальный абибас только у нас. Что-то Людочка торговля совсем не идет. Нужно открывать свой интернет киосок. А вот и первая заблудшая овца в нашем лесу. Вам что-то подсказать? А где у вас здесь туалет? Я не поняла, вы что, с появлением всех этих бутиков на базар только поссать приходите? Не, ну зачем вы так? Да потому что вся вот эта ваша мода начиналась вот с этих ларьков. Ваши родители еще на вот этих вот картонках стояли, выбирали себе одежду. А вы сейчас у нас даже носки раз в полгода не можете купить в знак уважения. Ну, я так понял, продажи не идут? Хоть что-нибудь купите, я даже бесплатно пакет вам дам. Ладно, кроссовки есть? Адидас, четыре полосы, оригинал. Дайте другой размер, палец давит. Секундочку, на другую точку сбегаю. Да ладно, не надо, просто ногти подстригу. Вот, пожалуйста, носите на здоровье. Благодарю. Людочка, ну вот почему люди стали меньше покупать вещи на базаре? Оригинальные после первой пробежки? Не пойму. Типы людей в тату-салоне. Аааа, господи, как же это больно. Ну, вообще-то я еще ничего не набивал, только кожу продезинфицировал. Ааа, да? Думаю, для первого раза достаточно, я еще два года подумаю и обязательно к вам приду. Понятно. А сделайте мне маленькую татушечку между пальчиков, точечку, чтоб видно не было. С радостью. Ну, поехали. Слышь, может лучше не надо? Я уверен в своих чувствах. Набейте мне имя моей возлюбленной. Наверное, давно встречаетесь? Двадцать долгих лет. Я искал ее, а так общаемся неделю. Кхм, ясно. Класс. Еще хочу, давайте вот тут маленькую. А это уже зависимость. Да все нормально, набивайте. А перебейте мне, пожалуйста, татуировочку. Неужели какой-то криминальный портак или в органах работали? Ага, если бы. Имя девушки своей набил и расстался на следующий день. Чувак, сто сеансов за неделю, может, хватит? Давай последнюю для симметрии. Какая симметрия? У тебя уже чернильная болезнь. Нет, я просто хочу еще татуировку. О, зачем так жарко? Барсик, тебе, наверное, тоже. Пожалуйста, побрейте меня на лысо. А синоптики что нам скажут? В этот период пейте как можно больше жидкости. Понял. Дорогой, ну ты посмотри на него с самого утра уже с бутылкой лижется. Ну так по телеку сказали много пить жидкости в жару. Имелось в виду воду пить, а не бухать. А тут вода в составе на первом месте. Я так больше не могу. Бери деньги и едь за кондиционером. Да ну только зарплату получил. Да что же оно такое все дорогое? Слышь, батя, что ищешь? Кондиционер. Так это, есть варик получше, еще и сэкономишь. Ну что, мать, надевай шубу, сейчас в доме Аляска будет. Я тебе что сказал окупить? Не ори, наслаждайся холодом. Ну, наркоман. Сэкономил? Теперь сам будешь кондиционером. Похолодней, пожалуйста. Зато остались деньги на пивко. Здрасте, я хочу забрать свою посылку. Молодой человек, это государственное учреждение. В таких местах одного желания недостаточно. Да мне уже смс-ка пришла, посылка ваша в отделении. Не, ну если уже и оповещение пришло, то я думаю, она точно у нас появится где-то через месяц. Ах так? Я звоню на горячую линию. Не понял, что значит такого номера не существует? Ладно, успокойтесь, занимайте очередь, а я посылку в базе гляну. Бабулечка, кто в очереди крайний? За мной молодой человек занимал. Вот этот. Как быстро очередь продвигается. Кофейный сервиз. Да, это мой заказ. Одну секундочку. А вот и ваша посылочка. Спасибо, что воспользовались нашей доставкой. Вот только интересно, откуда они узнали, что внутри моей посылки. И откуда здесь губная помада? Где остальная часть сервиза? Ой, да ладно тебе, Светик, думаю, не заметит. Так вот из-за чего они так долго идут. Светик, дай коробку с Китая, там нунчаки отбиваться будем. Получите, распишитесь! Если бы блогеры говорили правду. Вы только посмотрите, какую нам вкусняшку принесли. Мои дорогие, хочу посоветовать вам этот ресторан, который я для себя открыла чисто случайно. За то, что я бесплатно пожрала, оставляю свое независимое мнение, насколько здесь вкусно. Привет, Лошпет! Сегодня у тебя есть возможность помочь мне заработать нехилые бабки. Покупай качественную одежду моих спонсоров и получай 15% накрутки, которая осядет у меня в кармане. Видишь эти дорогие цепи с Алиэкспресс? Ключики от Ламборджини, которую я арендовал на сутки? Все это может стать для меня реальностью. Переходи в мой телеграм-канал, я научу тебя зарабатывать. И вы хотите, чтобы я это рекламировала? Вы читали состав этой косметики? Ее не то, что на лицо, ее в унитаз страшно выливать трубы, разъезд. И вообще я не понимаю, для кого она предназначена. Для вас, мои хорошие, есть лимитированная партия косметики, благодаря которой ваше лицо будет как у младенца. Хорошо сидим. Просто супер, главное не нажираться. Полностью согласна. А коршуны уже ждут, когда мы расслабимся. А когда они уже опьянеют. Я полночи жду. Четвертую бутылку выжрали и не пьянеют. Был случай с парнем незнакомым, пила за знакомство, а потом про Сосик. Кто он, не знаю. Сними мне видео в историю. Смотри аккуратней, по рефлексу бокал не проглоти. Осталось Настюшу с Наташей дождаться. На тусик идет. Ой, девочки, сейчас такое расскажу. Наконец-то какие-то интрижки и сплетни. Секундочку. Все, я готова. Фух, я, конечно, не знаю. Но информация стопроцентная. Настя была замечена с каким-то стариком. Обалдеть. Эта информация точная? Сын лучшей подруги моей мамы видел их по камерам наблюдения в магазине. Это почти своими глазами. Привет, крошки мои. Девочки, спокойно. Привет. Я так устала. Папа вернулся за границей весь день по магазинам. Просто слухи ходили. Если вырвать язык, слухи не будут ходить. Отличный тост. Ой, как все вытянули за каникулы. Маклабухин, ты зачем две хвоздики на линейку принес? У меня сегодня траур. Умерло лето. Фу, дурак. Так, никуда не расходимся, идем в класс. Поздравляю всех с первым учебным днем. Вы прям одной фразой перечеркнули трехмесячное удовольствие. Братан, я уже устал. Когда там выходные? Я не вижу радости на ваших лицах. Ура. Ну что, давайте проверим знания с прошлого года. За кого вы нас вообще принимаете? Думаете, мы за три месяца могли все забыть? Сейчас узнаем. Маклабухин, назови мне формулу третьего закона Ньютона. Ну вы же знаете, у меня всегда были с алгеброй проблемы. И с физикой тоже. Ну что ж, приступим к вашим любимым контрольным работам. Самостоятельные двойные листики, параграфы и задания. Господи. Мама, какой сейчас месяц? Август. Фух. Да, завтра уже осень. В смысле? Август тридцать первого. Сон оказался вещем. Дай денег на гвоздики. Мама, почитай мне сказку перед сном. Дорогой, мама сама сегодня весь день в сказке под названием Золушка. Поэтому лучше попроси бабушку. Ага, она быстрее меня засыпает. После первого абзаца храпака дает. Мама. Мама. Ай. Маленький мой братик. Слава богу, что это ты, а не кот. А то нужно было бы извиняться. Как же вовремя ты появился. Волк переоделся в бабушку и тут заходит красная шапочка. Ой, как страшно. Не бойся, я не буду читать моменты, где волк заживо сжирает бабушку. Охотник убивает волка. Достает переваренную бабку. И все это происходит на глазах у красной шапочки. Ну и в общем, жили они долго и счастливо, кроме бабушки и волка. Спокойной ночи. Спокойной. Сыночек, кушай мяско. Давай я тебе его нарежу. Не надо. Кстати, я постирала твою любимую красную шапочку. Странный. Наверное, опять переиграл видеоигры. Пойду заберу компьютер и вместо него лучше сказочки почитаю. Здравствуй, папулечка. Что-то меня настораживает твоя любезная интонация. Да все нормально, я просто тут с девочкой познакомился. Ах ты ж батин жеребец, показывай невесту. Вот. Матерь божья. Она случайно не на силиконовой фабрике работает? Какая работа? Ей всего 14. Ох уж эти современные дети. Ну в общем, хочу ее по ночному городу с ветерком прокатить. Ну так и что тебе, дать денег на маршрутку? М-м. Дай свою машину. Ага, сейчас. Слишком опасно. Не волнуйся, если я в ДТП попаду, меня ремень безопасности спасет. Не спасет, потому что я сам тебе голову отобью за разбитую машину. Не хочу терять единственного сына. Какой же ты заботливый. Ладно, бери, только аккуратно. Я скоро приеду. Сильно не газуй. Хоть бы там была просто царапина. Перепутал газ с тормозом. М-м. Да ладно тебе, бать. Зато теперь знаем, что лучше учиться, а не покупать права. Юный инженер, а чем это мы тут занимаемся? Мама, это ну что не видно, полку пытаюсь повесить. Ну и как, успешно? Да проще самому повеситься. Но я не сдамся. Молодец, прям весь в отца. Такой же настойчивый. Такой же балбес с кучерявыми руками. Выхожу я, значит, с кабинета заседаний, а меня тут обсуждают. Батя? Сейчас мы все повесим. А зачем тебе пила? Смотри и запоминай. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Эта полка с магазина, не нужно ничего отрезать. Ну тогда следующее правило, ошибку мастера исправит изолента. Папа, а может этого не надо? Да все нормально, это ж ты гвоздь держишь. Следующее правило, ничего не делается без травм. Да ну тебе с этой полкой. Зови маму хвастаться, а я пока все по уровню выставлю. Батюшки. Ну как, золотые руки. Золотые, жаль не с того места растут. Ну Егор. Да что ты ко мне прицепился, как к подошве листа сенний? Я тоже хочу в капуктер поиграть. А ты можешь хотеть где-то в другом месте, отвлекаешь? Конечно могу, возле мамы. Ну ты и солнышко ненаглядное. Слушай, а зачем нам этот компьютер? Давай лучше в прятки поиграем. Хватит мы уже на великах покатались, ты едешь, а я рядом бегу. Я начинаю считать. Один. Нет, тут он меня найдет. Один с четвертиной. Сюда я не помещусь. Два на волоске. О, здесь он меня никогда не найдет. Зачем я ел эту фасоль? Ой, господи. Только не это. Пока никто не слышит. Тихонечко шмаляну. Ну что, наигрались в свои дурацкие прятки? Папа теперь с сердечным приступом лежит. Мне кажется, я больше никогда не смогу пукать. Типы людей в тренажерном зале. Да я чисто живот убрать, пресс буду качать, а руки у меня и так сильные. А подстрахуешь меня? Братанчик, а можешь подстраховать? Слушай, а страханешь меня разочек? Страхуешь? Спасибо. Спасибо. Еще раз повторяю, я не химик. Альберт и чмочит. О, с завтрашнего дня тоже пойду в качалку.